здравствуйте уважаемые участники конференции рад вас видеть я хотел бы рассказать о своем опыте прохождения курса по основам программирования на питоне я люблю онлайн обучение я люблю проходить различные курсы на корсере на edx мне это нравится я с удовольствием не только прохожу эти курсы но и непосредственно думаю о том как все это сделано что можно улучшить и вообще какую-то роль играет нашей жизни надеюсь мой опыт будет полезен тем кто только делать свои первые шаги в онлайн обучение тем кто думает стоит ли этим заниматься стоит ли тратить время на то чтобы проходить онлайн курсы насколько это серьезное занятие ну и надеюсь что вообще каждый найдет себя в этой области и хорошо проведет время уважаемые друзья я сейчас не буду показывать вам как я непосредственно захожу в корсеру этот курс у меня сохранен в закладках дело в том что до этого я прошел еще один курс по си плюс плюс белый пояс от яндекса и когда этот курс закончил получил сертификат у меня залочились все задания и все квизы и в итоге я уже не имею к ним доступа и однажды я хотел вернуться к одной задаче прочитать там условия мне понадобилось для других дел уже не связанных с онлайн обучением и все задания были недоступны поэтому я на всякий случай решил просто положить этот курс закладки кто знает что там с ним случится вот но пока мы будем исходить из того что курс у меня уже запущен и он сейчас на экране и вы видите на экране первую неделю этого курса я на самом деле всегда любил программирование и когда я закончил школу первые два года я проучился в техническом вузе как раз таки по специальности программирования на факультете информатики и систем управления как я попал на корсеру я если честно не помню потому что это было если мне не изменяет память 2014 году и наверное как-то бродя на просторах интернета я просто узнал что есть такой сайт корсера который позволяет бесплатно проходить курсы а поскольку узнавать что-то новое не всегда было интересно я решил зайти на этот сайт что касается почему программирование почему питон здесь ситуация такая дело в том что я всегда любил программирование любил компьютеры после школы я даже два года получился на программиста но потом по многим причинам это дело прекратил перешел в другую область преподавания английского языка но когда я понял что появилась новая возможность проходить онлайн курсы в своем графике и дистанционно называется не вставая с дивана я подумал что я понял что я на самом деле очень сильно скучаю по информатике по программированию по точному мышлению и я подумал что нужно начинать вспоминать все то что я изучал когда-то то что я сейчас сказал это было в четырнадцатом году вот уже где-то на протяжении пяти лет я посматриваю на всевозможные курсы которые имеют отношение к программированию и там в частности к питону но к программированию я уже объяснил это давняя любовь я просто почувствовал что снова хочу этим заниматься питон но просто питон это один из современных языков которые позволяют решать самые широкие задачи я уже заканчивал курсы в частности я закончил два курса по си плюс плюс на корсере я закончил один курс по алгоритмам который проходил на джаве я просто стараюсь отслеживать какие-то интересные для меня курсы и вот в частности нашел этот курс по питону я знал что вышка делает хорошие курсы старается вкладывается мне очень приятно об этом говорить но конкретно этот курс я выбрал потому что с первых занятий лектор пообещал что будет очень очень много практики собственно говоря курс по программированию он должен прежде всего давать много практики да если совсем просто и конкретно то много задач по программированию то есть надо писать много кода лектор михаил сергеевич густакашин это пообещал и я могу сказать что это обещание выполнено на сто процентов курс действительно предполагает что мы что учащиеся должны писать очень много кода вы знаете если такие курсы и были то они наверное не остались моей памяти наверное я на них зашел посмотрел что нет никаких задач а только тесты с множественным выбором скорее всего я о них я я вышел с этих курсов сделал анон ролл и через пять минут про них забыл то есть я честно говоря не запоминаю плохие курсы ну вернее не плохие а просто те курсы которые на меня не произвели впечатление то есть те курсы в которых нет того что я ищу курс как вы можете видеть состоит из девяти недель да и на данном экране мы видим стандартный интерфейс корсеры логотип университета который делает который сделал курс список недель да это навигация можно выбрать ту или иную неделю в принципе курс допускает прохождение тем в любом порядке также видны различные другие разделы например оценки форумы с дискуссиями сообщения и информация о курсе на мой взгляд это конечно исключительно мое мнение изучение теории построена достаточно аскетично в каком смысле аскетично без отвлекающих излишеств то есть давайте запустим первую неделю и мы увидим что есть следующее есть один общий список до его того что предстоит пройти участнику курса список состоит из чего во первых прежде всего конечно это видео во вторых это ссылки и конспекты всевозможных лекций а также рекомендации и другая полезная информация да ну и собственно говоря список самое главное то ради чего ну во всяком случае пришел на курс я ну и все другие я думаю слушатели это конечно programing assignment то есть непосредственно те самые задачи которые необходимо решить что он здесь происходит в видео можно смотреть двух основных режимов первое это либо непосредственный рассказ лектора михаил сергеевича густокашина о тех или иных аспектах питона либо непосредственно режим при котором лектор что-то набирает на своем ноутбуке а мы это можем видеть там полностью рассказывают что нужно сделать что нужно нажать куда нужно кликнуть чтобы программа запустилась но курс не привязан к среде программирования можно выбирать любую среду большинство курсов по программированию наверное можно разделить на такие два типа первое это курс непосредственно по языку и второе это курс по алгоритмам каким-то сложным структурам данных и алгоритм вот курс по языку как мне кажется он ну конечно не всегда но почти всегда не требует какой-то сложной визуализации графики анимации и так далее мне кажется что главное в курсе по особенностям того или нового языка программирования это показать код который на этом языке пишется и в этом смысле мне кажется что выбранный формат он но во всяком случае для меня близок к идеальному вообще должен сказать что кадр выглядит органично здесь все так совмещено что иногда бывает знаете экран который показывают с ноутбука он каким-то образом обрезает лектор и бывает что иногда у лектора там обрезано плечо да или может быть ноутбук а здесь экран который демонстрирует который демонстрируется видео экран компьютер имеется виду да он как бы наоборот за столом лектора этого да наверное какой-то эффект присутствия тебя в студии возникает кажется что ты действительно присутствует в каком-то помещении где идет аналогичная лекция здесь есть несколько видео которые записаны с помощью прозрачной доски наверное есть какое-то специальное название но я ее про себя называю просто прозрачной доской я честно скажу опять же я может быть в этом плане очень неприхотлив очень и требовательный слушатель не знаю зачем эти прозрачные доски существуют да они конечно выглядят современно маркеры которыми пишет лектор кажется что они как будто немножко светятся но честно скажу я не могу описать какое-то особое воздействие которое это доска оказывает на меня единственное что я хочу сказать мне кажется что этой доски есть один но полезное свойство дело в том что вот сейчас когда михаил сергеевич пишет на доске он пишет маркером очень медленно он старается писать так чтобы цифры были крупные как мне кажется чтобы их было удобно читать и мне кажется что такая доска может помочь тем лектором которые привыкли писать очень быстро каким-то естественным образом сбавить темп наверное как минимум его уполовинить и писать помедленнее чтобы слушатели успевали следить за тем за теми выкладками которые лектор делает на доске есть титры которые идут прям сразу после видео я его никак не использовал принципе я все с первого раза понимал и еще раз хочу сказать что я не новичок был в питоне это был мой не первый курс по питону не первый курс по программированию вообще есть еще также сейчас покажу загрузится видень да то есть чтение и это текстовый конспект лекции которую можно просмотреть видео есть текст есть код и код выделяется подсветкой да которая принята то есть можно почитать скажу что это было полезно потому что пару раз когда я знал что мне нужна та или иная информация видео не хотелось смотреть щелкать я обращался к этим записям и быстро находил то что мне нужно ну что касается практик до практики здесь состоит в следующем во-первых может быть чтобы окончательно закрыть тему надо сказать что в некоторых видео есть стройные квизы на как правило на один вопрос но они не делают никакого вклада в финальный балл то есть это необязательные квизы их можно делать можно не делать никак не зависит итоговый балл не зависит от того пройдешь ты их или нет самих квизов которые за которые ставятся баллы и которые влияют на оценку в этом курсе нет это на самом деле мне кажется довольно большое отличие курса от других потому что например тех же курсов по оси плюс плюс который я сейчас прохожу ну вернее два уже прошел сейчас пытаясь проходить 3 там такие квизы есть соответственно там нужно не только программировать а еще и отвечать на вопросы я хотел обратить внимание уважаемых слушателей на то что смотрите есть два типа заданий есть programming assignment есть practice programming programming assignment да то есть задание и задание практика на самом деле это задание и тот и другой тип задания это задание на написание кода но задание которые просто programing assignment они обязательны для того чтобы получить сертификат их нужно обязательно сделать а practice programming assignment это задания которые полнительные и направлены на то чтобы практиковаться практиковаться и практиковаться смотрите любое задание состоит из чего непосредственно название название естественно написано по-русски весь курс русскоязычный но единственное что англоязычное это очевидно интерфейс корсеры что мы видим мы видим название задачи она по-русски как и весь курс потому что сейчас здесь вы видите что у меня набрано 100 очков из 100 ну потому что курс уже пройдены задача решена что еще мы видим спускаемся чуть ниже мы видим ограничение по времени и ограничение по памяти это стандартная практика для всех курсов которые предусматривают задание на программирование идет описание самой задачи в данном случае у нас задача на проценты дальше идет формат ввода это обязательно для опять же задание такого типа потому что можно сделать задачу правильно но если твоя задача не в верном формате требует у пользователя данные то ничего не получится и что самое важное примеры и здесь мы видим три примера то есть перед тем как сдавать задачу есть возможность посмотреть правильно ли она работает хотя бы на простых примерах какие еще есть вкладки my submission это то сколько раз можно посмотреть сколько раз и когда ты сдавал задачу но данная задача очень простая поэтому я ее сдал с первого раза соответственно можно видеть что я набрал 100 баллов и 100 я задачу прошел она оценивается автоматически то человек в такой ситуации не нужно это все замечательно автоматизируется проверяется автоматически и вот здесь можно я расскажу об одной особенности которую я честно говоря встретил второй раз в курсах по программированию первый раз курсах на питона на питоне дело в том что у питона есть некий стандарт написание кода который называется пеп 8 а этот стандарт определяет очень много он например говорит что после завершения программы должна оставаться одна пустая строка который ничего не написано он определяет все где надо ставить пробелы а где не надо ставить пробелы где надо делать отступы а где не надо делать отступы вот я не знаю насколько это сейчас видно на экране но я я что я сейчас сделал вот так выглядел экран и сейчас все хорошо вот я сейчас нажимаю пробел между функцией print и скобочкой навожу курсор и он мне выдает ошибку pep 8 white space before и дальше мы и и мы видим на что программа ругается программа ругается на то что у нас есть лишний пробел вот этот курс он не только приучает решать задачи но он еще приучает соблюдать учащихся определенный стиль кода и если я сдам программу в которой все идеально работает но есть один лишний пробел там где он не должен быть то программа не зачтется и я не получу свои заработанные баллы мне автоматическая система проверки кода предложат в нашем случае эти пробелы устранить и вообще все недостатки связаны со стилем это я считаю очень здорово и правильно потому что это приучает сразу писать хороший хорошо читаемый код хотя скажу что на первой неделе это раздражает потому что ты пытаешься понять как тебе выводить как решать задачу что тебе нужно сделать а еще нужно заботиться о пробелах отступах там где они не должны быть да и всем таком прочем но со временем конечно очень дисциплинирует и это здорово и правильно в этом курсе нет взаимных взаимных оцениваний и как я уже говорил нет обязательных квизов здесь есть только задачи которые нужно решать и сдавать и конечно нельзя не отметить форумы форумы где можно задавать свои вопросы и общаться с слушателями и с ассистентами курса и если вот вы обратите внимание я сейчас еще покрупнее да сделаю видно что ассистенты отвечают на вопросы и последний ответ на вопросы был два дня назад на курсе есть ассистент его зовут сергей булгаков который оказывает огромную помощь слушателям если у них что-то не получается или они не понимают почему у них ассистент до сих пор сидит на форуме то есть курс не заброшен как это иногда бывает я должен сразу сказать я не профессиональный программист да это мнение любителя но я хочу сказать следующее на мой взгляд в программировании есть какой-то порог освоить который вполне можно самостоятельно или с минимальным общением я считаю что такой порог есть он наверное у каждого свой но я считаю что он существует и мне кажется что ну ничего страшного в том чтобы это признать да я разумеется ни в коем случае не делаю никаких выводов там ненужности лектора и так далее мне кажется что если перед тобой стоит живой человек у которого ты можешь сразу что-то спросить и тут же получить ответ там не через пять минут а мне через три дня а сразу же да это замечательно здорово и правильно но тем кто не может посетить по тем или иным причинам мощные курсы такой формат мне кажется будет полезен